МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как телезрителям привычнее, хочется верить, что у нас оборудование ничем не хуже. Все, как мы привыкли видеть в фильмах, что следователь быстро и оперативно расследует самые сложные уголовные дела. Да, по состоянию на сегодняшний день в отделе криминалистики есть самое современное оборудование, все необходимое для успешной работы по обнаружению и изъятию следов, по раскрытию преступлений, начиная от, так скажем, обычных дактилоскопических порошков до дорогостоящей техники, вплоть до большой криминалистической лаборатории, которую мы не так давно приобрели. Это лаборатория на базе огромного пикапа «Шевроле Кодиак». Это передвижная лаборатория, оборудована полноценными рабочими местами, то есть она способна выезжать в труднодоступные места и обеспечить работу следователей-криминалистов непосредственно на месте происшествия. То есть это и портативные ноутбуки, и портативные принтеры, и оборудование, и приборы для работы экспертов на месте происшествия, следователей-криминалистов. А как долго проводится та или иная экспертиза? Самое короткое, самое длительное время могли бы назвать? Здесь все очень индивидуально. То есть в зависимости от загруженности эксперта. Эксперты у нас трех видов. Это эксперт-экономист, проводящий экономические экспертизы. И эксперт-полиграфолог, который проводит экспертизы на полиграфе, так называемый детекторе лжи. И эксперт-криминалист, который проводит практически все виды традиционных экспертиз. Это дактилоскопические, почерковические, портретные, экспертиза холодного метательного оружия. Это правда, что даже уничтоженные следы преступления сегодня есть возможность обнаружить хотя бы частички и вычислить преступника? Есть специальный источник экспертного света прожектина, который успешно используется при осмотре места происшествия и позволяет обнаружить даже замытые, сокрытые следы биологического происхождения. Кроме того, есть специальные растворы, применяемые нашим экспертом при осмотре места происшествия, которые также позволяют обработать поверхность и обнаружить как следы биологического происхождения, так и следы пальцев рук. Кроме того, в нашем отделе используется цианокрилатовая камера для обнаружения следов пальцев рук, даже застарелых следов, которые могут сохраниться спустя длительный период времени и благодаря этой камере они могут быть обнаружены. В каких еще регионах это есть? Не во всех регионах в отделах криминалистики существует должность эксперта. Мы в этом плане выгодно, я бы сказал, отличаемся, поскольку очень большой вал, очень большое количество экспертиз дактилоскопических проводится именно нашим экспертам в пределах нашего следственного управления. То есть мы достаточно редко обращаемся в другие экспертные учреждения только в случае загружности нашего эксперта. Можно ли что-то сказать о текущих делах, хотя бы приоткрыть немножко завесу тайны, то, что сейчас расследуется? Основная задача следователей-криминалистов и экспертов нашего отдела в том, чтобы сделать все возможное для правильного качественного осмотра места происшествия, сбора следов на первоначальной стадии расследования, раскрытия преступлений. К положительным примерам можно отнести уголовное дело, которое расследуется по факту убийства молодой женщины. Это достаточно громкое было преступление, о нем в средствах массовой информации сообщалось, когда женщина, проводив ребенка в детский сад, впоследствии пропала. Ее труп был обнаружен. Благодаря грамотно спланированным следственным оперативным мероприятиям была установлена личность лица, совершившего это преступление. Был установлен его автомобиль и при помощи имеющегося у нас оборудования, в частности специальных растворов и источника экспертного света, был осмотрен автомобиль. И под пассажирским сидением были обнаружены волосы, которые впоследствии эксперты дали заключение о том, что это волосы потерпевшие. То есть это, в общем-то, неоспоримая улика. Впоследствии этому лицу было заочно предъявлено обвинение, поскольку он скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Вот по сегодняшний день обвиняемый Карапетян пока местонахождение не найдено, но можно сказать, что доказательства его вины они получены. Мы общались со многими следователями, которые расследовали уголовное дело в поселке Искры. Да, так получилось, что на тот момент я сам еще состоял в должности следователя и непосредственно принимал участие в его расследовании на первоначальном этапе. Преступление очень резонансное, очень широко освещалось средство массовой информации, очень дерзкое по своей сути. И на месте происшествия, конечно же, было оставлено достаточно много следов. В частности, на месте происшествия в квартире потерпевших были обнаружены окурки, которые они или пытались скрыть, свое присутствие окурки были брошены в раковину, то есть они находились в воде, и тем не менее удалось установить на этих окурках слюну. Кроме того, были обнаружены и другие следы их присутствия в квартире, в частности, это отпечатки их пальцев, окровавленные отпечатки на стенах. То есть эти следы были изъяты также при осмотре места происшествия и сразу с двумя целями – и для проведения дактилоскопической экспертизы, и для выявления в этих следах потожировых веществ самих обвиняемых. То есть то, что это кровь потерпевших, это было понятно, но часто бывает, что в примеси присутствуют и потожировые вещества самого виновного лица. И таким образом были получены объективные доказательства, которые позволили выявить генетический профиль этих лиц. Вы недавно начали руководить отделом криминалистики. С чего вы начали и какие дальше перспективы вы видите? Может быть, будет какое-то кардинальное решение с вашей стороны принято? Ну, поскольку я достаточно длительное время сам работал следователем, то есть эту работу, так скажем, зная изнутри, зная минусы и плюсы, Поэтому считаю, что большое значение для успешной работы следователя имеет именно первоначальные следственные действия, которые проводятся на первоначальном этапе. То есть больше 50% успеха – это качественный осмотр места происшествия. То есть мне бы хотелось, чтобы все следователи, которые у нас работают, относились к этому с пониманием и добросовестно и качественно проводили именно осмотр места происшествия. Да, мы стараемся помогать в этом следователям. Наши криминалисты по неочевидным преступлениям, по неочевидным убийствам выезжают и помогают проводить осмотр места происшествия. Но наши силы немножко ограничены. У нас всего три следователя-криминалиста на всю область, поэтому по всем случаям убийства возможности чисто физически нет выезжать. Поэтому основная масса осмотров проводится следователями самостоятельно районных подразделений. Поэтому от того, насколько они качественно проведут, от этого многое зависит. Поскольку бывает так, что возможности получить какие-то улики в последующем уже утрачиваются. Обстановка места происшествия на видоизменяется. Если это происходит в квартире, то после преступления по понятным причинам квартиру убирают. И найти дополнительные какие-то улики уже невозможно. Поэтому мы ориентируем следовательно на то, чтобы именно осмотр места происшествия проводился качественно. Второй момент – это своевременное назначение судебных экспертиз. То есть как быстро будут назначены экспертизы, от этого зависит быстрое получение результатов. И соответственно проведение дальнейших мероприятий по установлению виновных лиц. То есть упор делается именно на грамотное и качественное проведение первоначальных следственных действий. Мне очень радостно, что мы с вами накануне праздника встретились. Праздники и выходные у ваших сотрудников делал непостоянно и достаточно редко. Мне бы хотелось, чтобы вы их поздравили с профессиональным праздником, с этой круглой датой. Пожалуйста. Я поздравляю всех работников службы криминалистики с наступающим праздником. Желаю успехов как в работе, так и в личной жизни, поскольку личная жизнь сотрудников не только службы криминалистики, но и вообще сотрудников Следственного комитета, она зачастую отодвигается на второй план. Хотелось бы пожелать, чтобы такого не происходило, чтобы личная жизнь все-таки выдвигалась на первый план и удавалось сочетать и успешную работу с семьей. Спасибо большое. Телекомпания «Город» присоединяется ко всем прозвучавшим поздравлениям. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин